Так что нам думать о ситуации? Для начала мы можем сказать, что не каждая трагедия способна послужить уроком. Мы не решаемся на быстрые и очевидные политические выводы, потому что они будут пристрастны. Например, не каждый оползень на Шри-Ланке или торнадо в Огайо есть результат изменения климата. Но все равно интересно узнать больше о человеке, который совершил это преступление. Фрэнк Джеймс. Кто он и о чем он думал? Оказывается, в течение многих лет Фрэнк публиковал речи о превосходстве чернокожих на своем ютуб-канале, не скрываясь. Некоторые из этих видеороликов датируются 2013 годом. Последнее видео он загрузил несколько дней назад. За одну ночь журналист Энди Но нашел все его видео. Вы тоже можете найти их в интернете, мы не будем их вам показывать, но мы хотим прочитать вам несколько отрывков, чтобы у вас было некоторое представление о том, о чем думал этот человек. В одном видео Джеймс заявляет, что белые люди и черные люди, как мы себя называем, не должны иметь никаких контактов друг с другом. Чернокожие и белые в принципе не должны жить на одном полушарии. Джеймс был особенно взбешен тем, что судья Китанджи Браун Джексон, выбранная Джо Байденом на роль верховного судьи, вышла замуж за белого. Цитата, я и понятия не имел, что она выйдет замуж за белого мужчину. Да, наша чернокожая сестра, верховный судья, замужем за чертовым белым. В других видео Джеймс призывал к насилию в отношении людей на основании цвета их кожи. В одном из них Джеймс откровенно говорит, что белые, которых я хочу убить, вы не представляете, как я хочу их убить, просто потому что они белые. Что ж, довольно прямолинейно. На фейсбуке он опубликовал мем, в котором говорилось, «О черный Иисус, пожалуйста, убей всех белых». Почему он был так зол? Джеймс объяснил это сам. Цитата, «Подавляющее большинство белых — это расисты». Он слышал это на CNN и поверил в это. Задолго до вчерашней стрельбы были признаки того, что Джеймс опасен и может навредить другим. Один раз Джеймс снял себя на видео, выкрикивающем расовые эпитеты в адрес людей на улице. Цитата, «Шла бы твоя белая задница, ублюдок. Пошел ты, белый расистский ублюдок. Все вы одинаковые, все вы козлы». И так без конца. Он также нападал на азиатов. Отвратительно. И так этот парень был расистом, и он не был сторонником превосходства белой расы. Это может удивить, потому что Джо Байден, его зазывал, и включая генерального прокурора и главу Министерства внутренней безопасности, вместе с «Нью-Йорк Таймс» постоянно говорили нам, что сторонники превосходства белой расы, правые избиратели Трампа, это террористическая угроза номер один в Соединенных Штатах Америки. Вот слова самого Байдена. «Мы должны противостоять политическому экстремизму, превосходству белых и внутреннему терроризму». «Белое превосходство» — внутренний терроризм, которым мы должны противостоять, и мы победим их. По данным разведки США, терроризм со стороны сторонников превосходства белой расы является самой смертоносной террористической угрозой на нашей Земле. Какой же он лжец. Да, в этой стране есть расисты всех цветов кожи, но белые расисты — не главная угроза. Расовая вражда в принципе не является главной угрозой, с которой мы сталкиваемся. И вообще, с тех пор, как Джо Байден вступил в должность, не было ни одного смертельного нападения со стороны сторонников белого превосходства. Но в то же время стоило Байдену вступить в должность, как сторонник БЛМ врезался на своей машине в баррикаду у Капитолия и убил полицейского. Затем другой сторонник БЛМ наехал на десяток людей, включая детей, на рождественском параде в Висконсине, в результате чего погибли шесть человек, а еще больше получили травмы. Совсем недавно сторонник БЛМ пытался убить кандидата в мэры Кентукки. Повторюсь, большинство людей, совершающих подобные акты насилия, психически нестабильны. Так что не всегда есть очевидный политический урок. Но если подумать, можно понять, что если все СМИ будут говорить вам каждый день, что Америка ненавидит вас из-за вашего цвета кожи, вы рано или поздно начнете реагировать на это. Почему бы и нет? Почему бы нам не увидеть больше подобных преступлений? Их подстрекает администрация Байдена с американскими средствами массовой информации. Очевидно. И это плохо для всех, независимо от цвета кожи. Сеять расовую ненависть, подозрения, страх плохо для страны. А они делают это каждый божий день. Субтитры создавал DimaTorzok